Вейпы, электронные сигареты и зажигалки продавать подросткам запрещено законом. Соответствующий документ подписал прошлой весной президент нашей страны. Альтернатива традиционной табачной продукции считается такой же вредной для ребят, которые не достигли 18-летнего возраста. В Сургуте регулярно проводят рейды по специализированным торговым точкам, что показала очередная контрольная закупка, расскажет Карина Александян. Нужно удостовериться, что ему действительно есть 18 лет. Ваши документы можно, пожалуйста? Представители администрации Сургута, специалисты молодежной палаты при Думе города проверили, как в нашем муниципалитете соблюдают закон, принятый в апреле прошлого года в России, о запрете продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. К сожалению, нарушители нашлись, а один из объектов в ходе контрольной закупки повторно пренебрег установленными правилами. Продавец не удостоверился в возрасте покупателя. За такие виды нарушения, это нарушение части 3, статьи 1453 Кодекса административной ответственности, предусмотрены очень большие штрафы. Допустим, для гражданина, который продаст, это от 40 до 60 тысяч рублей при первой продаже, и от 60 выше. Если это индивидуальный предприниматель, то от 150 тысяч до 300 тысяч. А в случае продажи товаров, содержащих жиженый газ, это зажигалки, туристические баллончики, там штрафы поменьше, конечно же, это от 2 тысяч при первом разе, до 4 тысяч на граждан, ну, на того, кто продаст, и повторно от 5 тысяч рублей. В контрольной закупке участвовали подростки, которые пытались купить не только курительные средства, но и другую запрещенную продукцию. Если продавец не спросил документ, удостоверяющий личность, то в его отношении будет собран материал органами внутренних дел и передан в Роспотребнадзор. Там сотрудники управления уже примут процессуальное решение, поэтому предпринимателям рекомендуют внимательнее ознакомиться с законодательной базой и знать, что нельзя продавать несовершеннолетним. Это жиженый газ, да, это предусмотрено, соответственно, за статья 18.3 закона в Роспотребнадзорах и Пресвездке. Ну, бывает, для торта берут, зажигают. Кто? Несовершеннолетние дети? А, что, для рождения не берут? Если сургутянин, ну, любой гражданин, да, даже гость сургута увидел, что несовершеннолетним гражданам продаются вейпы, электронные сигареты, зажигалки, газ сжиженный, да, в любой форме, то вам необходимо обратиться по номеру 112 в органы внутренних дел, чтобы выехал сотрудник полиции и данный факт, ну, как сказать, документально удостоверил. Сейчас же везде установлены камеры, то есть сотруднику органов внутренних дел в рамках административного расследования не проблемам будет изъять камеры, которые находятся, допустим, в стационарном торговом объекте или внестационарном. Это не проблема. В прошлом году было выявлено два продавца, которые закрыли глаза на тот факт, что покупателю еще нет 18 лет. И за вот эту майскую контрольную закупку также составили пару протоколов. Как подчеркивают сотрудники мэрии сургута, эти рейды профилактические. Их цель не выявить нарушителей, а предотвратить продажу недетских товаров подросткам. Карина Александян, Даниил Панков, Сургут-24.